Хочу передать слово нашему пресс-секретарю Сулейману, который зачитает наше обращение. Слово ему. Хочу зачитать вам обращение, которое было направлено во все инстанции, во все государственные структуры, в органы высшей исполнительной власти, так и правоохранительной органы, в частности президенту Украины Службы Безопасности, МВД и Генеральной прокуратуры. В ночь на 1 декабря 2012 года организованной группой лиц в количестве около 100 человек было совершено противоправное действие, выраженное в организованном разбойном уничтожении, не принадлежавших этим лицам строений, на поляне протестов в поселке Молодежное Синкеропольского района Автономной Республики Крым. Ответственность за совершение этого противоправного действия взяла на себя партия «Русское единство». Общественная организация СИБА читает инцидент в поселке Молодежное прямым следствием заявления спикера Крымского парламента Константинова о необходимости сноса самостроев. Это заявление было озвучено Константинову 28 ноября 2012 года, после заседания сессии Городского совета Синкеропольного, на которую было принято решение о создании исторического памятника местного значения на территории бывшего концлагера Красный. Хотя в заявлении Константинова речь шла о совсем другом земельном массиве. И первое мнение, как показали последующие события, радикально настроенная часть крымского сообщества восприняла его слова как руководство к действию. Организованный ночной снос строений в поселке Молодежное произошел ровно через два дня после заявления спикера Крымского парламента о применении власти при сносе самостроев. Это первый за несколько лет массовый подром поляных протестов, совершенный открыто, демонстративно, сбраватым и последующим масштабным информационным сопровождением. При этом групповые противоправные действия совершались в присутствии сотрудников крымских правоохранительных органов в нарушении своих должностных инструкций, не препятствующих совершению организованного группового правонарушения. По словам начальника сектора по связи с общественностью ГОИН ВДФ Крыму Ольги Кондрашовой, сотрудники милиции, которые находились во время сноса самостроев, обеспечивали охрану общественного порядка. С каких пор организованное групповое правонарушение, разбойный снос под покровом ночи строений, не принадлежащих разрушительным, стало считаться общественным порядком. Организаторы этого правонарушения не скрывают ни своего имени, ни своих детей. Родственники людей, которые имеют судебные решения, которые обязаны для их самих самостоятельно снести строение, обратились в партию «Русское единство» с тем, чтобы им оказали содействие в сносу самовольных постройки строений. На руках у собственников имеются решения судов. В данном случае мы оказали содействие, пояснил вибер-партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Подобные заявления нивелируют роль государства и государственных органов по обеспечению и сохранению общественного порядка, а также пропагандируют в обществе идеи правового нигилизма и вседозволенности, ведущие к анархии и развалу всех общественных и демократических местах. Согласно действующему законодательству Украины, приведением к исполнению постановлений судов может заниматься исключительно государственная исполнительная служба. Никакая партия, никакая общественная организация, ни сами граждане Украины не имеют права принимать на себя обязанности АГИС по исполнению судебных постановлений. Общественность может только инициировать следственный процесс, которые требуют справедливого расследования инцидента. Это требует законодательства Украины, этого требуют международные демократические нормы. Организованное групповое правонарушение в поселке Молодежно – это не случайное происшествие. В дальнейшем партия «Русское единство» планирует продолжать подобные противоправные деяния, о чем публично заявил глава партии Сергей Аксенов. Аналогичное заявление было озвучено для прессы и депутатам Симферопольского районного совета председателям Симферопольского районного организации партии «Русское единство» Михаилом Макеевым. Сколь откровенно провокационное заявление и действие, если они не получают должной правовой оценки высших органов власти Украины, однозначно и несомненно повлекут за собой всплеск межэтнических конфликтов на территории Крымского полосного. Именно такое развитие негативного сценария заложено в основу совершенного под руководством партии «Русское единство» организованного группового правонарушения. Кроме того, экс-депутат Крымского парламента Олег Радивилов в своих фубличных заявлениях, неоднократно используя выражение националистического характера, который полностью соответствует дефиниции разжигания национальной розни, угрожал вынести на виллах участников полян протеста, расположенных в поселке Мирной, и снести строения, возведенные на территории поляных протестов. Участникам крымских земельных акций, более шести лет добивающимся законодательного оформления этих земель правовыми методами, в течение 2011-2012 года удалось установить конструктивный диалог с командой президента, реализующих Крыму инициативу президента Украины по установлению экономической, политической и социальной стабильности Крыма. Благодаря установлению этого диалога и тесному сотрудничеству с народом, президентской команде удалось разрушить отработанные прежние Крымские виды теневые схемы перепродажи земель и приступить к массовому выделению крымчанам земельных участков для строительства жилых домов. Сегодня с таким трудом достигнутую стабильность и установленный диалог власти с народом хотят разрушить те, кому невыгодна реализация инициатив президента по превращению Крыма в жемчужину Украины. Общественная организация СИБА, занимающаяся юридическим информационным сопровождением земельных полян протестов Крыму, заявляет, что инцидент, произошедший в поселке Молодежное, является ничем иным, как политической провокацией деструктивных сил, направленной против всей президентской команды, реализующей в Автономной Республике Крым инициативу президента Украины по установлению экономической, политической и социальной стабильности в Крыму. Противостоящей реализации президентских инициатив деструктивные силы хотят вновь вернуть Крым в пучину межнационального противостояния и тем самым разрушить стабильность и экономическую привлекательность с Крымой. Провокационные шовинистические заявления Олега Радивилова и организованные партии Русской Единственной групповой сноса временных строений яркий пример этой деструктивной деятельности, которая сегодня поставила Крым на грани массовых межнациональных столкновений. Учитывая накаленность обстановки вокруг земельного вопроса, возникшую после высказывания Константинова, заявления Радивилова и последующего разбойного сноса строений в поселке Молодежное, все поляные протесты Крыма объявили мобилизационную готовность. На поляных протестах, в том числе и на массиве в поселке Мирное, в котором Олег Радивилов публично обещал снести на ее, установлено круглосуточное дежурство. Организованы мобильные бригады, которые в течение первого часа любого спровоцированного инцидента обеспечат подвоз на поляные протесты Симферополя и Симферопольского района до 500 человек. На самих массивах подготовлены средства самообороны, камни, палки, подручно-строительный монтажный инструмент. Граждане Крыма, участники крымских поляных протестов и правлений ООСИБАК призывают высшие органы власти Украины, правоохранительные органы и надзорные органы исполнить свой долг и применить свои конституционные полномочия, чтобы не допустить ситуации, когда народ будет вынужден силовым путем защитить свои конституционные гражданские права от провокаторов, открытия и демонстративно попирающих все законы Украины. Именно массовых межнациональных столкновений добиваются сегодня противники президентской команды в Крыму, используя временное отсутствие на территории полуострова первых лиц политического руководства президентской команды. Деструктивные силы из числа прежних крымских лиц хотят разрушить с таким трудом установленную стабильность и уничтожить позитивные достижения действующей власти в процессе государственного строительства в Крыму. Сегодня в Крыму сложилась критическая ситуация. Пресса, физиотиры, интернет-издания заполнены откровенно шоунистическими заявлениями и записных провокаторов, рассчитанными на разжигание взаимной ненависти междунациональной розы. В течение 20 лет независимости Украины Крым не будет такого разгула антитатарской истерии, прямо ведущих Крымское сообщество к масштабным межнациональным конфликтам между славянами и крымскими татарами. В связи с высшей изложенной, с целью предупреждения провокации и массовых столкновений на полянах протеста, правление ООО «Сибад» и участники полян протеста обращаются к вам с удивительным требованием. Принять меры для обеспечения в течение суток с даты получения данного письма круглосуточного присутствия на территориях полян протеста Синферополя и Синферопольского района и в первую очередь на поляне протеста в поселке Мирное, в отношении которого неоднократно звучали угрозы родили его усиленных нарядах правоохранительных органов для охраны общественного порядка на срок не менее двух дней. Принять чрезвычайные меры для пресечения любых провокаций, связанных с проникновением на территории полян протеста гражданских лиц или организованных групп для разрушения строений, возведенных на поляне протеста. Принять чрезвычайные меры для проведения предупредительных мероприятий по недопустимости заявлений в действии, векущей за собой эскалацию междунациональных конфликтных ситуаций с основными взаимодействующими силами и провокационных сценариев Олегом Радиловым, депутатом Синферопольского районного совета Михаилом Макеевым, руководством партии «Удское единство» и руководящими звеном Мечлиса. В случае, если призыв граждан Крыма, высшим органам власти Украины о применении чрезвычайных мер для защиты их безопасности и конституционных прав не будет услышан, это позволит деструктивным силам, противодействующим президентской команде, добиться своей цели и вернуть Крым в хаос гражданских и межнациональных междоусобиц, отбросив процесс государственного строительства Украины на уровень 90-х годов прошлого века. Доводим до Вашего сведения, что копии данного письма направлены в высшие органы власти Украины, Министерство внутренних дел Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Раду национальной безопасности и Обороны Украины, Службу безопасности Украины. Вот такое письмо мы подготовили обращение и были прозвольствованы во всей инстанции.